Ребята, здравствуйте! Сегодня у нас с вами новая тема под названием сумма первых n членов геометрической прогрессии. В одном из наших видео мы с вами разбирали подробно тему под названием геометрическая прогрессия. Ну а давайте теперь разберемся с суммой членов данной прогрессии. Ребята, когда изучали мы с вами саму геометрическую прогрессию, мы рассматривали такой вариант. Предположим, первый член нашей прогрессии равен пятерке, а знаменатель нашей прогрессии Q равнялся двум. Отсюда мы делали вывод, что второй член нашей геометрической прогрессии будет равен первый член, умноженный на знаменатель нашей прогрессии. То есть на шаг нашей прогрессии 5 мы умножаем на 2, получаем 10. Третий член нашей прогрессии будет равен 10, умноженный на 2, это 20. Четвертый член будет 20 умноженное на 2, это будет 40. Пятый член нашей прогрессии 40 умноженное на 2, это 80. Шестой член нашей прогрессии будет равен 80 умножить на 2 на знаменатель нашей прогрессии. То есть мы получим с вами в результате 160. Так, ну а теперь давайте мы попробуем найти сумму, предположим, первых пяти членов нашей прогрессии. Для того, чтобы найти сумму какого-то количества членов геометрической прогрессии, необходимо знать следующую формулу. Давайте мы ее запишем. Сумма n членов у нас с вами будет равна первый член нашей прогрессии, умноженный на q в степени n минус единица, и все это деленное на q минус единица. Ребята, эту формулу давайте обведем. Традиционно несколько восклицательных знаков, да, для того, чтобы данную формулу выучить. Так, ну и давайте, ребята, попробуем найти сумму первых пяти членов нашей прогрессии. То есть тогда буковку n, наш индекс, мы с вами заменим на пятерку, учитывая, что мы будем искать сумму первых именно пяти членов. И все это будет равно, тогда b первый, умноженный на q уже в степени 5, учитывая, что мы с вами индекс n везде поменяли на пятерку, минус единица, и все это деленное на q минус 1. Ну а давайте теперь подставлять. Сумма первых пяти членов у нас с вами будет равна b первый, это первый член нашей прогрессии, пятерка, которая умножается на q в пятой степени, q у нас равно 2, то есть двойка в пятой степени, двойка в пятой степени, минус единица, и деленное на двойку минус единица. Давайте посчитаем наш результат. Пятерка у нас будет умножаться на 2 в пятой степени, это 32, минус единица, это 31, все это деленное на единицу, 2 минус 1. Так, ну и посчитаем наш результат. 5 умноженное на 31, это будет 155. Ну и давайте же проверим. То есть сумма первых пяти членов у нас должна равняться 155. Давайте проверим. Так, 80 плюс 40, это 120, плюс 20, это 140, плюс 10, 150, и плюс пятерка, 155. Что мы поняли? Работает наша формула, мы ею можем смело пользоваться. Ну а на этом у нас с вами все. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова